Евразийский – одна из лидирующих российских компаний, осуществляющих деятельность в коммунальной инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. Главная задача оператора – реализация наиболее капиталоемких проектов, одним из которых стала работа по применению международного опыта в части снижения потерь предприятий этой отрасли. После экспертизы водохозяйственных балансов в Ростове и Сочи, финские партнеры подводят промежуточные итоги и дают рекомендации. В Сочи водоканале работает высококвалифицированный персонал, но пока они не могут справиться с потерями на производстве. Не хватает современных ресурсов. Моя роль – обучить их правильной и качественной организации работы. Это следующий этап по улучшению качества обслуживания. Только в Сочи за последнее время на эти цели было потрачено около 2 миллиардов рублей. Данный семинар под руководством представителя одной из самых известных фирм-консультантов Европе показал возможность перспективного развития системы водоснабжения и водоотведения в Сочи. На заседании обсуждались результаты комплексного обследования водохозяйств и перспективные направления по эффективности работы водоснабжения и канализации. Любое снижение потерь – это меньшее давление на стоимость воды и, опять же, это возможность дополнительной поставки воды в определенные районы города. Вот эта задача была поставлена. В течение полугода этим занимались наши финские коллеги. И я считаю, что очень крайне интересно. Во многих позициях наши взгляды совпали, но есть и очень для нас интересные открытия, которые помогут нам в работе. Такое сотрудничество полезно не только для предприятия в целом, но и в плане модернизации системы водоснабжения и канализования города, а точнее – вопроса энергоресурсосбережения. Мы проводим работу, которая позволяет сдерживать рост тарифов. Все, что мы делаем на предприятии – это работа по замене оборудования на более энергоэффективное. И в целом программы содержат мероприятия от простых до самых сложных. Таким образом, работа над снижением потери будет продолжена, начиная с замены обычных ламп на энергосберегающие и заканчивая управлением гидравлическими режимами и реконструкцией разводящих сетей. А с рекомендациями финских специалистов станет более эффективной. Татьяна Говоркова, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.